Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем читать. И теперь у нас новый автор Лев Николаевич Толстой. Он написал очень много детских рассказов, сказок, а также и взрослых. Его знает во всём мире. Очень знаменитый и очень интересно писал этот писатель. И сегодня у нас первая сказка «Три медведя». Посмотрите, какие красивые здесь картинки. Вот они, три медведя и девочка. Итак, приступаем. Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла. И пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет. И вошла. В домике этом жили три медведя. Вот, смотрите, вот эти три медведя жили. Они просто пошли за ягодами. А девочка пришла. И что же с ней приключилось дальше? Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше. И звали её Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок. И звали его Мишутка. Медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Одна столовая, а другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с поклёбкой. Первая чашка была большая Михаила Ивановича. Вторая чашка поменьше была Настасье Петровны. И третья чашка была маленькая, синенькая. Это была Мишуткина чашка. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку. И похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку. И похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку. И похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлёбка. Ей показалось лучше всех. Видите, какой красивый дом у медведей. И грибочков они приготовили. И вода тут стоит. И корзиночки такие, кузовки у них есть, чтобы собирать ягоды. И грибы. И рябинка тут висит. Вот какой красивый стол. И здесь у нас девочка кушает. Больше всех ей понравилось. Маленького медвежонка. Синенькая чашечка. Вот она. И она из неё стала кушать. Девочка захотела сесть. И видит у стола три стула. Один большой, Михаил Ивановича. Другой поменьше, Настасьи Петровны. А третий маленький, синенькой подушечкой. Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул. На нём было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлёбку. И стала качаться на стуле. Стульчик проломился. И она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаил Ивановича. Другая средняя, Настасьи Петровны. Третья маленькая была, Мишенькина. Девочка легла в большую. Ей было слишком много места. Видите, какой стульчик сломала и подушечка упала. Всё. Нехорошо. А здесь три койки стоят. Медведя, Медведицы и Мишуткина. Вот она будет пробовать теперь каждую койку. На какой удобнее будет спать. Легла на среднюю, было слишком высоко. Легла на маленькую кроватку. Пришлось ей как раз спору. И она заснула. А Медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой Медведь взял свою чашку взгляну и заревел страшным голосом. Кто хлебал из моей чашки? Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко. Кто хлебал из моей чашки? А Мишутка увидел свою пустую чашку и запищал тонким голосом. Кто хлебал из моей чашки? И всё выхлебал. Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом. Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места? Видите, какие недовольные медведи. Они поняли, что кто-то у них был в доме. Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко. Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места? Не шутка! Взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал. Кто сидел на моём стуле и сломал его? Медведи пошли в другую горницу. Кто ложился на мою постель и замял её? Заревел Михаил Иванович страшным голосом. Кто ложился на мою постель и смял её? Зарычала Настасья Петровна. Не так громко. А Мишенька достал скамеечку, полез в свою кровать. И запищал тонким голосом. Кто ложился в мою постель? Вот смотрите, на тубареточку он залез, посмотрел. А там девочка была. И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут. Вот она! Вот она! Держите! Держите! Вот она! Ай-яй-яй! Держите! Он хотел её укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась в окно. О, окно было открыто. Она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали её. Вот такая сказка про медведей и про девочку. А это у нас следующие рассказы. До новых встреч! Всего вам доброго! Подписывайтесь на канал. И пишите комментарии, какие вам сказки или рассказы понравились больше всего. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok